Всем привет! Сегодня у нас будет нестандартный для нашего канала блог. Одним кадром будем идти по набережной. Наташа, скажи привет! Привет! Пойдем пройдемся сначала к Муслиму Магомаеву и покажем, что здесь есть памятник интерактивный, при нажатии на кнопочки у которого можно включить разные песни, которые исполнял Муслим Магомаев. Сегодня у нас, как много последних дней, почти всю неделю, теплая летняя погода. Если вы прилетели сюда из Москвы или откуда-нибудь еще севернее, то можете смело ходить в футболки. Мы пока ходим в куртках, потому что привыкли к чуть более теплому климату, но нам здесь тоже комфортно. Вот сам памятник, о котором я говорил. И если вы подойдете и нажмете, например, на кнопочку, то включается композиция. Ну, лично мне больше нравится его песня про море. Тут, к сожалению, только на английском и на азербайджанском. И мы не совсем знаем, как на самом деле звучат названия на английском его песен. Вроде бы да, ты оказалась права. Но это не точно. Но это не точно, да. Да. Ты мне сказал, что приедешь в Москву. И вот оно, это море. Да. А как вы думаете, Муслим Магомаев пил про Каспийское море или про какое-то другое море. Но мы сейчас пройдемся к самой набережной и посмотрим на это самое Каспийское море. Внезапно, кстати, оказалось, что город очень зеленый. Мы имели мало ожиданий, когда сюда приезжали. Да, выключили нашу мелодию. Ну, идем дальше все равно. И поэтому у нас впечатления исключительно приятные. Просто настолько здесь насладились нашим отдыхом. Сегодня последний день. И мы вечером уже полетим обратно домой. На работу. И на работу, да, с утра. В ночь прилетаем, ночуем. И готовы к новой трудовой неделе. И, возможно, в следующий раз мы увидимся с вами уже в совсем другом городе. Да. Посмотрите, как много людей. Я уже много раз показывал в разных видео эту набережную. Потому что ее невозможно не снимать и не показывать вам. Мне очень нравится вот этот вид на телебашню. На пламенные башни. На вот этот торговый центр, который уже, можно сказать, стал нашим фаворитом в этом городе. Если вы хотите вкусно и недорого покушать, купить какую-нибудь масс-маркет одежду, просто посидеть с бесплатным Wi-Fi, то во время прогулки можете заходить туда. По Фейсбуку только. Да, но на самом бульваре есть бесплатный Wi-Fi. Но он почему-то только по азербайджанским номерам телефона. Поэтому по российскому, или по белорусскому, или по любому другому вы, к сожалению, не авторизуетесь. В ТЦ тоже есть вариант. Либо по номеру телефона, либо по Фейсбуку. Я каким-то чудом восстановил свой пароль от Фейсбука и сидели там с интернетом. Маташа, давай немножко к морю подвинемся, чтобы тоже люди посмотрели. Здесь, кстати, можно пройти. Да, здесь очень удобный проход, да. Но если вы хотите посидеть, например, вечером, или просто в любое время, то люди сюда приходят. И очень многие приходят, например, с гитарами. Или устраивают пикники, я так понимаю. Просто смотрят на воду. Сидят, наслаждаются. Когда не ветреная погода, а легкий бриз, как сегодня, то очень приятно здесь находиться. А так, у нас была очень насыщенная программа. Мы поднимались вон на ту гору, недалеко от пламенных башен, между вот телевышкой и самими башнями. Мы катались там же, недалеко, у флага, если вы видите, на лодочках маленькой Венеции. Вы все это можете посмотреть на нашем канале. Рекомендую, по крайней мере, поглядеть, чтобы иметь представление. О, Баку. Отсюда как раз видно девичью башню. Да. Здесь с набережной уже видно девичью башню и старый город. Центр очень компактный, можно ходить пешком, и вы обязательно наткнетесь на какую-нибудь достопримечательность или старинное здание, либо, как минимум, классической архитектуры. Единственное место, куда нам пришлось доехать на метро, это, наверное, культурный центр Гейдара Алиева. До него тоже можно пешком дойти. До него можно пешком дойти, но я крайне рекомендую доехать туда на транспорте, потому что путь пешком может быть немного выматывающий. А, нам не было? Сколько мы пешком? Мы продолжаем гулять и передавать вам атмосферу, которую видим сами. Вот, кстати, в пределах города, вот здесь, скорее всего, купаться нельзя. Ну, как минимум, это неудобно, потому что пляжей нету, сами видите. Но нам рекомендовали местные приезжать сюда в июне. Мы спросили, а будет ли жара? Они сказали, нет, будет прекрасная погода. Ну, естественно, если вы приедете сюда в отпуск, у вас обязательно будет прекрасная погода. Мы спросили, а на какие пляжи? Надо же, наверное, ездить. Да-да-да, надо ездить, но мы вам все расскажем, когда вы приедете в июне. Поэтому сориентировать, наверное, по пляжам не можем, но купаться на море, за городом, я думаю, вполне себе возможно. Наташа, вот ты смотрела, какие-то курорты есть. Да, но я уже забыла. Но они все недалеко от Баку находятся. Там есть и санатории, и резорты, и песчаные пляжи. Если вы посмотрите в интернете, я думаю, мы вам даем наводку, так сказать, что купаться можно в Азербайджане. И всякие курортные комплексы, или как минимум гостиничные, тут тоже имеются. Давай вернемся обратно. На. Да. Здесь, кстати, очень много туристов. Знаете откуда? Мне кажется, из Индии и Пакистана. Я не знаю, почему Баку у них популярен, но неудивительно, что они сюда приезжают, потому что этот город становится стремительно все более и более туристическим. Здесь все больше и больше людей с разных уголков земли. Очень много арабоязычных. В отеле у нас тоже много было арабов. Да. Пару слов насчет отеля. Персонал просто удивительный. У нас там работает сотрудник, который максимально вежливо и на качественном языке говорит как минимум на английском и на русском. Ну, кроме азербайджанского. Просто уровень гораздо выше, чем они позиционируют себя. И если вы посмотрите видео, я, наверное, вам его выведу сейчас на экран, то мы показываем, в каком отеле мы остановились и какие завтраки у нас там есть. Я вам очень рекомендую этот отель. Потому что, как минимум, он проверенный. И это большая редкость, что мы сейчас можем снимать без проблем с ветром. Наверное, только вчера была такая же погода, как сегодня, что ветер не настолько сильный и не заглушает микрофон. Возможно, немножко какие-то легкие порывы есть сейчас, но они не мешают особо. Давай, может быть, выйдем на аллею и походим еще по аллее. Да, кстати, напишите, как вам такой формат? Что вы больше хотели бы посмотреть? Нарезки разных видео, которые представляют собой законченные истории или какие-то факты, или какие-то моменты наших поездок. Или стоит выкладывать видео одним кадром, где мы с вами общаемся, либо я что-то рассказываю, иду по улице и просто показываю вам то, что вижу сейчас. Своими глазами. Да, своими глазами. Я думаю, что неплохой идеей будет смешивать один формат и другой формат. Наверное, это больше способствует погружению. Вы как будто гуляете сейчас вместе со мной. Я надеюсь, что камера справляется со своей задачей, несмотря на то, что я снимаю в основном против солнца. И хотя бы что-то вы можете увидеть и ощутить так же, как вижу и ощущаю это я. Еще момент. Видите, здесь пальмы. Я так понимаю, их свернули на зиму, чтобы они от ветра не померзли. И вообще по городу очень много пальм. И вы можете ощутить себя как какой-нибудь ну прям весьма экзотической стране, я бы сказал. Как ты думаешь, сейчас сезон или нет? В феврале? Когда сезон помнишь? С июня? С мая? Я думаю, что как и везде сезон, наверное, летом идет. Мне кажется почему-то, что здесь теплая осень. Поэтому, например, когда в Москве наступает ноябрь с темнотой, с промозглостью, здесь однозначно должно быть потеплее. Думаю, до октября здесь тепло. Единственное, что может быть, это ветер. Ветер, если начнет дуть, то он может резко понизить температуру. Потому что, если вы помните, через Каспийское море у нас находятся степи в Средней Азии. Там ветра гуляют, будь здоров. А летом, наверное, сухие ветра идут. Ну да, наверное. Скорее всего, да. Потому что гор с той стороны нет, только море. Но нам сказали о том, что в феврале такая погода неестественна для Баку и нам очень повезло с этой погодой сейчас. Ну, знаешь, один раз повезло, два раза повезет, три раза повезет. Мне кажется, что все-таки возможно, это не такая уж аномалия. Просто обычно, да, немножко прохладнее, чем у нас было. Кстати, не знаю, возможно, я добавлю потом к этому видео в конце аэропорт. Обзор. Обзор аэропорта, да, если у нас получится снять, но не обещаю. Если вы досмотрите до конца, вы увидите. Получилось у меня заснять аэропорт или нет. И посмотрите своими глазами. Мы сейчас подходим уже к площади флагов, насколько я вижу. Да, там такой огромный просто флаг Азербайджана, и он сделан из какого-то из какой-то ткани, как будто шелк. Потому что сам его цвет и то, как он развивается, он просто хочется его фотографировать и фотографировать. Я, наверное, раз десять с разных ракурсов, да, и снимал на видео, и делал фотографии. Это очень выгодное решение, что они сделали такой патриотический символ, при том, что он такой красивый. Естественно, хочется его фотографировать, особенно на фоне башен, за которыми, перед которыми он находится. Вообще, если вы будете здесь, вы можете взять в аренду велосипеды, мы неоднократно видели, или самокаты. и не у самой воды, потому что там нельзя на них ездить, а вот немножко поодаль вполне себе покататься от одного конца набережной до другого. Пешком, быстрым шагом, наверное, через набережную идти до полутора часов. Если не больше. Да, потому что мы когда-то пару дней назад гуляли пешком от самого конца новой набережной, где находится Мариот, до практически до торгового центра и до того конца набережной. Вот, кстати, флаг еще раз, о котором я говорил. Прямо против солнца, поэтому не очень хорошо видно. А еще вчера мы ходили в русский театр и смотрели пьесу Вишневый сад Антона Павловича Чехова. Здесь пройдем и покажем еще площадь и архитектурно как все выглядит. Знаете, уже мы с вами гуляем 15 минут. Не надоел ли я вам? Расскажите. Интересно ли слушать, что я рассказываю? Поделитесь своим мнением о Баку, исходя из текущей... Было ли кто-то здесь? Да. Вот Наташа правильный вопрос задала. Приезжал ли кто-то в Баку или, может быть, здесь живет? Расскажите, пожалуйста, что еще надо было посмотреть, куда мы не съездили? Посмотрите, по крайней мере, обзорно, что мы выложили на страничку. Правильно ли мы все рассказали? Поправьте нас и поделитесь в комментариях. Возможно, кому-то будет очень интересно узнать взгляд человека, который здесь был или здесь живет. И вот мы выходим к такой площади. И мне сама эта площадь напоминает какой-нибудь Париж, наверное? Возможно. Ну, возможно, если Париж выглядит так. Мы пока еще не знаем. Мы не знаем. И, если честно, мы вряд ли туда поедем. А вот какие-нибудь страны более дружественные, чем Франция, посмотрим. Ну, пока на самом деле хочется, но не настолько, чтобы ради этого оформлять визу, мучиться с документами и с перелетами. Уж лучше, ребята, друзья, съездить в Баку. Здесь уже становится шумнее. Сильный трафик. Вот Наташа пошла фотографировать. А я вам покажу обзорно площадь. И знаете, старый город находится прямо вон там. Подземный переход очень красивый с картинами, с фотографиями. Переходите на ту сторону и прямо за этим зданием начинается уже старый город. А я возвращаюсь к Наташе, покажу вам еще аллею. Да. Ну, посмотрите, ни ветра, ни облаков практически нет. Очень тепло, очень комфортно, очень много хвои, свежий воздух. одно удовольствие. Напоминает что? Что? Геленджик? Напоминает Геленджик. Представьте набережную Геленджика, кто там был, и увеличьте ее в три раза. Вы получите набережную в городе Баку. Ну, по поводу свежего воздуха я хотела бы добавить, что не такое уж на свежий. Мы, когда вышли из аэропорта, очень сильный запах почувствовали нефти. Ну, возможно, сейчас мы к этому запаху уже привыкли. Наташа преувеличивает. На самом деле это, наверное, все зависит от розы ветров, но вы сами понимаете, что страна нефтедобывающая, и нефть это основное богатство Азербайджана. Ну, конечно, кроме людей, многовековой культуры и природы, но такое осязаемое, конечно же, нефть. Благодаря этой нефти мы можем гулять по таким красивым улицам, смотреть на такие замечательные небоскребы, площади, здания, архитектуру. Дуба какая-то. Да. Что? Китайская? Скорее всего, китайская. Непонятно. Непонятно точно. И вот мы пришли сейчас к маленькой Венеции. Здесь вы можете как раз прокатиться на лодках по импровизированным каналам, где мы сами катались. Если я не ошибаюсь, да, три маната с одного человека за один круг. Чтобы наделать фотографии, чтобы освежиться в случае жары. Просто покатать детишек, если вы с детьми, они будут очень довольны на самом деле. Ну или ваша вторая половинка. Потому что к вам в лодку, как я говорил в том видео, никого не посадят. Вы покупаете один билет сразу на нескольких человек вон в той кассе и вы едете отдельно от остальных людей, стоящих в очереди. Только вы и те, кто вместе с вами. Вот, кстати, сами лодки плывут, возвращаются, они причаливают сюда, нагружаются одни люди и садятся другие. Фотосессии, фотосессии. Да, здесь, видите, люди делают фотографии на память, потому что отсюда очень красиво сочетается вода в каналах, архитектура, хвоя и иногда с определенного ракурса, особенно с мостика, видно башни. Как думаешь, дойдем до туда сегодня? До башни? Да, мы можем зайти на мостик, откуда вид открывается на башне, если мы чуть дальше пройдем. И вот я вам еще раз показываю саму набережную. Посмотрите, какая она широкая. Мне кажется, люди здесь могут тысячами гулять и все равно будет свободно. Получается, раз, два, три, почти четыре ряда, а то и пять. Здесь, кстати, по центру находится ресторан. Не знаю насчет уровня цен, но я думаю, что средний, как и везде, может, чуть выше среднего по боку. вы можете зайти туда и посидеть снаружи вдоль канальчиков и смотреть на лодочки, которые здесь проплывают. там часто включают музыку. Сегодня вот похожая азербайджанская или турецкая музыка. Вот здесь можем подняться. Да, мы сейчас пройдем с вами на мостик и выйдем на островок по центру Малой Венеции. Смотрите, как дети одеты. Вот настолько тепло, да. Настолько тепло. Единственное, что вот зелень пока еще не раскрылась, но я думаю, это уже скоро начнется и скоро листочки пойдут. Мы только ходим на... Да. Вот. Уже видите, какой отсюда открывается ракурс. А мы сейчас вам покажем место, где можно сделать замечательные фотографии. Поднимаемся по лестнице. Смотрим перед нами на музей ковра. Мы, к сожалению, там не были, но рекомендуем вам сходить, если у вас будет время, или, если не повезет с погодой, потому что в связи с тем, что погода была очень хорошая, мы в основном гуляли. И нам гораздо больше понравилось гулять по солнечной погоде, чем ходить внутри зданий. Но если будет, например, дождь или сильный ветер, и вот с этого моста наверное уже первая точка, откуда можно сделать фотографии да, возможно я Наташу сейчас сфотографирую, мы посмотрим. Нет. Не будешь фотографироваться? Я уже фотографировалась. Она хотела сфотографироваться, может быть мы не просто так сюда пришли. Нет. Здесь очень здорово, здесь такая прохлада, свежесть, водная гладь, спокойствие, тишина, пропывает лодка. Вот здесь вот проход к ресторану, и еще один спот для фотографий. Возможно, да, здесь находится летняя терраса, скорее всего, и выставляют столики. Да, представьте, сколько здесь людей летом. Вот мы поднимаемся еще по одному мосту. И вторая точка, но только если будете, если все другие места, наверное, будут заняты, потому что здесь немножко видно такие вот инфраструктурные вещи, я так понимаю, что мы идем уже к следующему мосту. Давайте мы немножко пройдемся в тишине до мостика, чтобы вы ощутили спокойствие и как будто бы сами прогулялись по этому саду. по-английски. Спасибо. И вот мы поднимаемся, наверное, на основное место, где, как я понимаю, уже проходит фотосессия. Отсюда замечательная точка, куда вы можете пройти не с той стороны, откуда мы пришли, а со стороны музея ковра. И у вас открывается просто умопомрачительный вид на башне, на парк Нагорный, который чуть левее, и на телевышку. И фуникулер немного видно. Да, видите вот это здание справа от фонаря? Это вход в фуникулер. Не будем мешать людям. Немножко их подсняли, они попали в наше видео. Вон там фуникулер находится. Перевожу камеру. Да, здесь, кстати, есть фотографы, но они за деньги вас фотографируют, могут предложить. Я не знаю, за какую сумму, но вы можете с ними сторговаться, мне кажется. Если вам нужны профессиональные фотографии, у вас, например, нет такого фотообъектива, то можно решить эту проблему на месте, как и многие проблемы, если они у вас возникнут. Смотри, три собаки. Прикольно. Да, что интересно, мы заметили, все собаки здесь на поводках. Мы, наверное, не видели. Уличных даже вообще поводки не видели. Да, вот что в сравнении с Грузией, например, или с Турцией сильно отличается. Уличных собак. Либо мы их не видели, хотя мы очень долго гуляли и 100% бы увидели, если бы они здесь были. Может, одну увидели. Либо их здесь нет. По каким причинам? Не знаю. Будем надеяться, что собачки все содержатся и все домашние, и у них все хорошо. Котиков, кстати, видели тоже? Полно. Полно. Как и в Турции, их тут подкармливают все. Холят и лелеят. Они все в основном просто лежат, сидят и греются на солнышке, наслаждаются жизнью и занимаются делами любовными. Что еще хочу добавить? В основном, наверное, для россиян и для тех, кто имеет мало представления об Азербайджане вообще. И в Абаку в частности. Здесь очень безопасно, очень комфортно, очень вкусно, приветливо, вежливо. И что самое главное, вы здесь только с русским языком не будете чувствовать себя как иностранец. Вы приедете, общаетесь спокойно на русском, с уважением. Создравствуйте, спасибо, пожалуйста. И вас все поймут, везде помогут, везде все у вас будет в порядке. Так что не переживайте, не думайте. И в первую же очередь приезжайте и смотрите сами, своими глазами. Делайте выводы. Вот еще раз. Сам музей закручивается как ковер. Ну а мы подходим к торговому центру, про который мы говорили вам уже, и показывали его, и сами туда неоднократно ходили. На этом эта часть видео подходит к концу. И посмотрим, что будет дальше. Скажи что-нибудь. Все, Наташа ничего не сказала. Так что спасибо за то, что досмотрели до сюда. Дальше, возможно, будет бонус. А это обещанный бонус. Мы сейчас приехали в Бакинский аэропорт имени Гейдара Алиева. Кстати, здесь ходят вот такие кэбы в качестве такси. И будем направляться в сам терминал для регистрации, прохождения границы и дальнейшего перелета обратно в Россию. Этот аэропорт, как мы заметили, имеет рейтинг Skytrax 5 звезд, что делает его таким же хорошим, как, например, аэропорт Сингапура, согласно этому рейтингу. Вот там есть еще один терминал. Посмотрите, какая подсветка роскошная. Не знаю, правда, для чего он используется, но, видимо, еще один терминал просто. Может быть, внутренний перелет. И попробуем заснять внутри. И вот мы сейчас зашли внутрь этого аэропорта. Выглядит он, конечно, роскошно. Просторный, светлый, стильно сделанный. Сразу места для сидения. Ну, навигация, понятное дело. А еще, что интересно, здесь есть бесплатный Wi-Fi. Я так понимаю, без ограничений по времени. И можно зайти, подтвердив российским номером телефона. Именно благодаря этому Wi-Fi мы сначала смогли вызвать такси. Ну, что могу сказать. Мне очень нравится. А мы идем в регистрацию. Да, у нас даже еще регистрация не началась. Так что, если вы будете в Баку или пересаживаться через этот аэропорт, то не переживайте. Тут все на высоком уровне. Смотрите, даже деревья есть внутри. Настоящие зеленые деревья. Мы поднялись на второй этаж. Уже зарегистрировались на рейс. И, оказывается, здесь есть и Макдоналдс, и зона, где можно посидеть, подождать. Причем в нормальных кожаных креслах. И сейчас будем идти уже дальше на контроль и прохождение границы. А мы уже прошли границу и попали в зону ожидания. Сейчас я вам ее покажу. На самом деле, довольно интересно, что бонус у меня получается объемный. Но очень хочется показать вам, как это все выглядит в реальной жизни. И просто, чтобы вы увидели не только сам город красивый, но и аэропорт. Даже его международная зона. И, подозреваю, транзитная. Потому что мы уже за пределами Азербайджана, судя по штампам. Она выглядит следующим образом. И если у вас есть пересадка через Баку, то вы тоже будете здесь проведете некоторое время. Я такого еще не видел. Может быть, только в Сингапуре тоже есть сады внутри аэропорта. Но чтобы прямо в зоне ожидания росли живые деревья, это, конечно, нонсенс. И сама зона ожидания, она не закрыта. Она не за стенкой. Если я сейчас подойду к ограждению, вы увидите, что я нахожусь сейчас просто на третьем этаже того же самого зала, где мы были до этого. Сейчас с вами посмотрим. И вот, да, оттуда мы заходили. Вот таким образом выглядит зал. Ну, на этом, я думаю, можно уже попрощаться. Хотя что-то подсказывает мне, что недалеко не всю красоту я вам показал. зоны, где можно посидеть, перекусить. Рабочая зона и библиотека. Посмотрите, как здорово. Наташа, ты не знаешь, это бесплатная библиотека или это... Ага, кафетерий, я думаю, платный, и библиотека, скорее всего, бесплатная. Можете провести здесь время. Вот, дальше уже выходы к самолетам. Я думаю, что общее впечатление сложилось. Поэтому спасибо за внимание. И на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. И смотрите мои новые видео.